на библейский портал экзагет пришел вопрос почему люди быстро забывают сделаны им добро но долго помнят зло ну на самом деле все достаточно индивидуально вот у меня бывает так что я помню добро и люди тоже разные и очень многих я знаю которые помнят добро которое я когда ты им сделал более того это добро которое я которому я даже не придал никакого значения например что-то рассказал помог советам это добро да это добро но это добро такого рода который быстро очень забывается даже самим человеком я поскольку священник я очень часто даю советы может быть не все из них достаточно хороши но кое-какие как оказалось моему удивлению бывают полезны для людей и вот бывает и так что человек через десятки лет после того встретился со мной приходит и рассказывает мне о том что я ему помог и я с удивлением спрашиваю человек каким же образом я тебе помог а вот вы мне батюшка сказали то-то и то-то тогда-то и тогда-то и вот действительно я так поступил это мне очень помогло спасибо вам большое выходит дело что я сделал добро которое объективно которое я сам не воспринял как добро как просто какой-то вот совет который я дал человеку и человек на протяжении очень долгого времени десятков лет помнит это добро это для меня абсолютно удивительно и вот то что касается зла то вполне возможно я какое-то и зло сделал но те люди которые мы сделал зло они не приходят и не говорят батюшка вот вы мне 20 лет назад сказали то-то и то-то а получилось что-то очень нехорошее в моей жизни и я вот до сих пор это помню и сейчас пришел к вам для того чтобы сказать какой вы нехороший нет такого нет но это по понятным причинам конечно если я что-то сказал не то то вряд ли люди ко мне придут и вот мне об этом рассказывать они просто перестанут ко мне ходить так что и добро помнят люди и помнят очень долго и даже самое незначительное добро но и зло некоторые тоже помнят я бы не сказал что в большей степени и дольше помнят чем добро все-таки в среднем я например сталкиваюсь теми людьми которые сами по природе свои добрые добрый человек добро помнят злой человек возможно его или не помнит либо старается побыстрее забыть чтобы не быть человеку обязанным знаете вот в некоторых первобытных племенах есть такая традиция не принимать подарков потому что нужно будет отдариваться обязательно если ты принял какой-то подарочек то тебе нужно будет обязательно следующий раз эквивалентное что-то может большее даже человеку отдать ты становишься обязан этому человеку ты сделал получил добро от него значит вот теперь у тебя есть обязанность отдать этот долг а должником быть никто не любит никто не хочет поэтому добро и стараются забыть а вот зло зло наоборот дает власть если человек сделать тебе зло то ты уже себя извиняешь даже если тот что о чем-то тебя попросил даже может быть и нужно а ты сказал знаешь мне нет времени у меня нет денег меня нет желания те помогать потому что когда-то ты сделал мне зло это в известной степени освобождает человека снимает с него обязанности по отношению к другому человеку и возможно этим объясняется для некоторых не для всех то что они это зло помнят как бы в извинении себя почему я не делаю этому человеку добро да потому что он сделал никогда зло и я теперь ему ничем не обязан а вот за добро приходится платить и отплачивать этому человеку какими-то делами и может иногда очень непростыми это какая-то обязанность которую человек взял на себя приняв добро от другого человека но добрые делают добро с удовольствием а злые даже если вас есть возможность причем очень легкое сделать добро они отказываются делать это просто потому что они злые внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и Продолжение следует...